В мире уже существуют сотни блокчейнов, и потому развитие кроссчейн-технологий можно назвать неизбежным. Пользователям не подходят обычные мосты, которые по сути скорее напоминают банки в классическом их представлении, централизованные и зависимые. Связей между несколькими родственными экосистемами также недостаточно. Им нужны технологии, которые свяжут разрозненные цепочки в Web3 в единое и безопасное для каждого пространства. Именно поэтому проекты кроссчейн сейчас активно развиваются, сотрудничают друг с другом и стараются сделать свои инструменты как можно более полезными и эффективными. Один из таких кроссчейн-проектов – Axelar. Это децентрализованный протокол, созданный для упрощения межсетевого обмена данными. С его помощью пользователи смогут передавать информацию из одного блокчейна в другой, напрямую, минуя банки, обменники, централизованные мосты или обернутые токены. Работу Axelar обеспечивают два протокола – межсетевой шлюзовой протокол CGP и протокол межсетевой передачи CTP. Первый объединяет несколько блокчейн-экосистем, а второй упрощает взаимодействие с децентрализованными приложениями. Это звучит довольно просто, и именно таким и должен быть кроссчейн – удобным, доступным каждому пользователю и при этом эффективным. Один из партнеров, уже использующих возможностей кроссчейн-протокола Axelar для совершения межсетевых свопов – это Asmosis. Это децентрализованная межсетевая биржа, одна из самых крупных в мире платформ такого рода. Разработчики рассказали, что недавно она была подключена к Axelar, который выступает в качестве поставщика промежуточных услуг для цепочек за пределами ее экосистемы. Это поможет создать еще больше пулов кроссчейн-активов, простых и удобных для обмена, передачи и использования в DeFi в любой цепочке, которую поддерживают Axelar или IBC протоколом связи между блокчейнами. Разработчики также отметили, что создание кроссчейнов – это сложный, долгий и дорогостоящий процесс, и далеко не все проекты получают достаточно поддержки от аудитории. Важно отметить также, что протоколы и IP Axelar работают по принципу Plug-and-Play. Как только интегратор свяжет свои внешние интерфейсы и контракты с мостовым контрактом сети, которую он выбрал для себя, он сможет использовать их преимущества. Протоколы не используют смарт-контракты или новые языки программирования, поэтому интегрировать их в приложение максимально просто и удобно. Даже начинающий разработчик легко справится с этой задачей, ведь ему не придется изучать что-то специальное для работы с Axelar. Использование протокола позволяет Asmosis существенно упростить перекрестную сеть и ускорить ее работы за счет минимальных задержек. И возникает вопрос, почему именно Axelar? Важнейшая особенность Axelar и любого хорошего кроссчейна – это удобство использования на всех его этапах. Протокол создается для нужд разработчиков, но это не означает, что он должен быть сложным и требовать глубоких познаний о работе его алгоритмов. Напротив, чем он проще и доступнее, тем ниже порог вхождения, а значит выше интерес рядовых пользователей. Не менее важен и комфорт людей, которые будут пользоваться приложениями, как конечные потребители. Связанное с Axelar приложение Web3 смогут предоставить пользователям возможность использовать ликвидный кроссчейн-дефай нажатием пары кнопок. Если раньше кроссчейн-технологии ассоциировались именно с мостами, сегодня такое представление о них постепенно утрачивает актуальность. Мосты, как таковые, компромиссный вариант и отключение от концепции полностью децентрализованных финансов. Обычно они финансируются блокчейнами, в экосистему которых изначально были включены. Это делает их менее защищенными и не такими удобными. Почему же мосты остаются такими? Все просто. Чтобы они нормально функционировали, нужен стабильный приток пользователей. Обеспечить его проекту, не связанному напрямую с другими блокчейнами, довольно сложно. Поэтому разработчики мостов связывают их с крупными сетями. Еще один недостаток двухсторонних мостов – их непригодность для создания глобальной системы. Будущее за другой технологией. И это обобщенный обмен сообщениями между цепочками. Если приводить наглядный пример, то это выглядело бы как мир, в котором в любой стране принимают к оплате любую валюту, автоматически перерасчитывая стоимость товара в процессе продажи. Такую технологию можно будет использовать не только для быстрого обмена одних токенов на другие. Если убрать ограничения, из-за которого обмен практически невозможен без привлечения третьей стороны, появятся новые возможности и способы взаимодействия между разными блокчейнами. Возможно, некоторые из этих идей сложно даже вообразить сейчас, но однажды они станут частью нашей повседневной жизни, как смартфоны или роботы-пылесосы. Axelar – протокол построенный на доказательстве доли с эффектами безопасности и сети. Он создан для поддержки более сложных форм межсетевой интеграции и торговли. SDK Axelar упрощает создание дабс на базе сразу нескольких блокчейнов. Он также помогает уже существующим приложениям расширяться, выстраивая взаимодействие с новыми цепочками при минимальных затратах. Наконец, он позволяет пользователям взаимодействовать сразу с несколькими блокчейнами без задержек и существенного трения между двумя сторонами. Когда речь идёт о будущем Axelar, эксперты настроены оптимистично. Протокол уже сотрудничает с несколькими крупными блокчейнами и планирует расширить список партнёров. Axelar также отличается от аналогов повышенной надёжностью, что радует разработчиков-инвесторов и обычных пользователей блокчейна и лишь подогревает интерес к проекту и поток инвестиций в его развитие. Это означает, что близок момент, когда его алгоритмами будут связаны сотни цепочек и при использовании Web3 именно по его каналам будет осуществляться быстрая передача сообщений.